ДРЗТ, 13-й год, все сносим, строим дома, строим здесь. Ничего этого на сегодняшний день нет и не реализовано. Внутриполитическая борьба, коммерческие интересы и так далее привели к тому, что на момент тогда, когда это было возможно, это реализовано не было. Глава городского округа, влачевский губернатор Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву с просьбой как-то решить этот вопрос, как-то нам помочь, что-то сделать в этой ситуации. Потому что мы, будучи последние два года, даже два года особенно, мы видели, что происходит на Дальнем Воронке, особенно зимой. Губернатор Московской области пошел навстречу. Из бюджета Московской области выделена колоссальная сумма, которая заложена в бюджете. В физкультурно-оздоровительном комплексе жители встретились с представителями администрации и депутатами, чтобы разобрать самые насущные вопросы. Продолжается расселение из аварийного жилья в микрорайоне Дальний Воронок. На этой территории допустимо лишь благоустройство сквера. Согласно приказу первого заместителя министра обороны Российской Федерации, от 7 сентября прошлого года строительство домов, больниц, фабрик, заводов, культурных и просветительских объектов на выделенной территорию, которую вы видите на экране, запрещено. Она расположена в границах при аэродромной зоне аэродрома Чкаловский и определена как неподходящая для любой застройки. Администрация округа оперативно отвечает на все вопросы, связанные с программой переселения. По поручению главы округа Андрея Булгакова, сотрудники управления по развитию территорий и депутаты проводят поквартирный обход для сбора обратной связи. Программа по расселению рассчитана на 4 года. Жители домов, которые решили воспользоваться жилищным сертификатом, смогут с его помощью приобрести новое жилье. Жильцам из муниципальных квартир будет предоставлена жилплощадь новостройки, строительство которой, по предварительной информации, запланировано на улице Заречной. На сегодняшний день есть и те, кто по разным причинам пока не принял для себя решение об участии в программе. Три собственника. Наши квартиры собственность являются. Вот по сертификату, который вы нам дадите, 5,5 миллиона, у меня квадратный метр 45, что на эти деньги я смогу купить в этом же районе. Я хочу жить на ближнем воронке. В кои-то веке сдвинулось с места что-то. Я вот уже потеряла полностью надежду, перестала ходить. И вдруг что-то... Я уже жду каждый день. Я смотрела квартиру, вот кто здесь говорит, нельзя купить. Купить можно. Но соответственно этим деньгам, естественно, я не могу свою холоку и за 10 миллионов купить. Я рассчитываю чуть добавить на эту сумму. И квартиру можно подобрать. Личные вопросы требуют персонального сопровождения. И оно будет оказано каждому. Для этого помимо офиса приема граждан на улице Комарова, который продолжит свою работу, прием будут вести председатель Совета депутатов и представители территориального блока, чтобы решить вопросы тех, кому неудобно встречаться в рабочее время. Начало приема в 19 часов по средам по адресу улица Советская, 48. Запись по телефону, который вы видите на экране. Продолжение следует...